Ты читаешь книги, есть любимые, которые могу вас заветовать? Нет, я практически книги не читаю. Я в основном вообще читаю такую религиозную литературу. Иногда бывает, что историческую, но не могу тебе говорить о любимой книге. Вот таких вещей у меня нет. Алишер. Ассаламу алейкум, брат. Я сам узбек, но с недавних пор начал слушать твои видеоролики, и ты перевернул мое мнение о Чечне и чеченском народе. Однажды я поинтересовался с теми личностями, о которых ты много говоришь, и я шокирован грамотностью речи и мнения Джохара Дудаева, почему Кадыров очерняет его историю. А какой у него еще есть выбор, кроме очернения этой истории? Конечно, он будет очернять. Когда на смену царской России пришли большевики, они очерняли этот царизм, и все, что было с ним связано, это все очернялось. Потом пришла Россия, или даже не так, потом пришел Хрущев, он очернял Сталина. В общем, это такой процесс, как бы, если не очернять, значит, надо признавать, что люди были правы, а если признавать, что они были правы, значит, ты не прав. Тут, в общем, выбора у него нет, поэтому, безусловно, в каких-то местах я согласен с тем, что если бы в нем была бы немного порядочность, то он бы мог бы просто промолчать, некоторые вещи просто не говорить. Например, когда он рассуждал о том, что Гилаева, да помилует его Всевышний Аллах, который является, иншаллах, шахидом, героем чеченского народа, героем исламской умы является этот человек. И когда Кадыров рассуждал о том, как его убили, и говорил вот эти отвратительные вещи, типа его там вообще пристрелили, подумали, что это, типа, кабан, что ли он сказал, или медведь, типа, в кустах, подумали, и вообще пристрелили его. Подобные вещи, когда он говорил, конечно, он мог бы этого не говорить, он мог бы просто промолчать. Но здесь его гложет то, что те признанные люди, те признанные воины, это люди, которых любят, у них не было никогда денег, у них ничего не было, но у них колоссальный авторитет в народе, они любимцы, народ их любит. И он это понимает, и ему от этого, у него зависть черная, очень сильная. Его гложет вот этот момент предательства, который постоянно ему о нем напоминают. он сам-то понимает, что он является им, и это его гложет. И когда начинают говорить о подобных героях, о их геройских подвигах, это его гложет. И он пытается их принизить, вот это вот их геройство. Поэтому он, конечно, во многих местах он говорит то, что он мог бы не говорить, мог бы просто промолчать. Но он предпочитает не молчать, и тем самым еще больше себя закапывает. Просто, например, Гилаев, это такой человек, который, рассказывая о его смерти, допустим, на федеральном канале, телеканал «Россия-1», по-моему, выходил в этой передаче, где рассказывали о том, как он был убит. И этот, вот этот российский журналист, я забыл его фамилию, известный журналист, который всегда делает эти военные передачи. Он, даже он, у него язык не повернулся как-то неуважительно что-то сказать о Гилаеве. Он рассказывал эту историю о том, как он был убит, признавая его достоинство, достоинство Гилаева, с уважением он о нем говорил. Смотрите, в ютубе есть эта передача «Смерть черного ангела», по-моему, называется. Понимаете, вот Всевышний оберег этого человека даже от зла языков вот этих вот людей. То есть, по сути, враги, люди, которые его ненавидят, но даже они о нем говорят уважительно. Посмотрите, как Трошев, допустим, покойный генерал российский, как он отзывается о Гилаеве. Опять-таки, с уважением, ни слова он как-то унижающий его достоинство, он не говорит. С таким уважением, хоть и к врагу, но он относится к нему с уважением. А этот, понимаете, этот не может пройти мимо. Это у него, его это гложет, и он высказывает вот эти вот отвратительные вещи. Салам алейкум. Не собираешься делать видео про девушку, которую убили в Чечне кадыровцы и преподнесли? Это якобы она была смертницей. Алейкум ассалам. Знаете, я всегда вот такие темы, мне, конечно, хочется их сделать на них обзор. Тем более, когда происходит вот такая вещь, настолько явная, да, там прям видно, что, ну, просто тупо взяли и убили эту девушку. И здесь сейчас мы не говорим о том, кто она, виновна она в чём-либо, нет, там, почему они сделали, это другая история. Но факт налицо, что это подконтрольная операция вот этих вот российских служб. Они её заранее ведут, они её взрывают, они нажимают, это всё видно. Но у меня всегда бывают проблемы с такими видео, потому что их, это очень такая для меня, это игра на краю, когда ты выкладываешь что-то такое, в Ютубе не любят такой контент. И очень легко можно из-за такого контента получить какое-то, ну, какие-то штрафные санкции. И поэтому я пытаюсь обходить такие темы. Просто, понимаете, когда вот, например, ты говоришь об этом, это нормально, я могу вот сесть. Но здесь такая ситуация, когда я должен это показать, это видео продемонстрировать, я должен его прям вот показать, замедлить момент там взрыва и вот это всё-всё-всё. А это уже для Ютуба, это как бы шокирующий контент. Шокирующий контент, это чревато какими-то последствиями. А ради этого одного видео рисковать всей деятельностью тоже неправильно. Поэтому я, в общем, всегда бывает тяжело с такими решениями. Я от этого не отказываюсь, может быть, я это сделаю, но пока, в общем, не готов. Томсон, недавно наш Падишах был с визитом в Турции и посещал съёмочную площадку сериала Эрту Гру. И у меня есть такие опасения, что скоро главную роль в этом сериале будет играть совсем другой человек. Не уверен, это так и будет. Хотя, конечно, я даже не удивлюсь, почему бы и не. Ну, я не думаю, что они настолько... Хотя, в принципе, это такой неплохой продюсерский ход для них был бы, да? Не знаю, учитывая, что Кадыр, он уже некоторые роли у нас исполняет, он любит сниматься в некоторых фильмах. Как он там обезвреживает змею каким-то странным приёмом таким. Как он крокодилы там что-то с ним делает. Может быть, снимется, не знаю. Ну что, что-то не видно этого иллюзиониста. Похоже, ты его дожал конкретно, основываясь на доказательствах, а не болтовни. И видел на видео, где этот каратист-журналист, который убивал грушу своими ударами ниже пояса, как он задаёт вопросы Масхадову при Ишкерии. Да, я видел это видео. Я его, как раз я его постил у себя, точнее, скринт оттуда я постил у себя в Инстаграме, до того, как я был отлучён от Инстаграма. Он и тогда был. Вы можете ещё одно видео увидеть, где он, где показывают вошедших тогда в Дагестан этих добровольцев, и у Шарани Басаева берут интервью, ему задаёт там вопросы, и вы там его голос узнаете, вот этого нашего пресс-секретаря Кадыровского. Он задаёт ему там вопросы. То есть, это человек, который и тогда работал, был рядом, там всегда ходил, где-то он там рядом с Масхадовым. В общем, имел доступ. Работал парень. А по поводу этого иллюзиониста я не знаю, честно говоря, не наблюдаю даже, что он там делает. Мне интересно. Разве у власти сегодня не бывшие ичкерийцы? Ведь и Кадыров, и Хамбиев, и многие, кто с ним рядом раньше не давали покоя населению, взывая всех на войну с неверными. А сегодня сдают их тем же неверным. Ну, не совсем, наверное, корректно Кадыров никакого отношения к ичкерии. Ну, наверное, такой же, как я, имею, как гражданином он был, но каким-то политическим деятелем ичкерии он не был никогда. Да, он не в том возрасте был. Хоть он и пытается там сейчас выглядеть величайшим воином, он сам про себя рассказывает эти выдающиеся истории, и как он там разогнал полторы тысячи муджаидов. И как он один там приехал куда-то на лес на совещание муджаидов-шуры, там кого-то вытащил. Ну, в общем, в его стиле эти рассказы. Но, несмотря на это, мы-то прекрасно знаем, что он вообще из себя ничего не представлял во времена ичкерии. Хамбиев это, да, Хамбиев это человек, который был на тот момент, на момент начала Второй Российской Чеченской войны, он был министром обороны. Это тот самый человек, который буквально в одном из последних своих интервью, он еще такой весь как свадебный генерал такой в этих погонах, всяких лампасах такой стоит и говорит, типа, «И если Россия хочет войны, то будет война». Кстати, это видео на аккаунте Инстаграма «Война фотоархив». Буквально на днях я его видел. Он был выложен. Но по поводу призывов к войне, можно ли это оценить как призывы? Я думаю, что нет. Призывы к войне ввел отец Кадырова, Кадыров-старший. Вот это был человек, который призывал, который говорил, выходите, оставляйте своих, женщину говорил, оставляйте своих мужей, выходите, не спрашивайте. Вот это был призыв. И это человек, который потом перешел на сторону России. Сегодня в Кадыровской власти, всякие там депутаты, всякие главы, каких-нибудь администрации, и там присутствуют какие-то люди, которые в Ичкевии были какими-то там фигурами, так скажем. Например, этот же Хамбиев, хоть он и не был, несмотря на то, что он был назначен министром, но Хамбиев, воины чеченские, его знают как просто, как их называют, штабные вот эти, не хочу животные. Такими штабными вот этими бывают, работниками. То есть человек, который никогда не видел там ни одного российского солдата на поле сражений. Такой тип, его никогда не уважали в кругах воинов. Это не тот был человек. Другое дело, например, есть там такой человек, как Шаа Турлаев. Это был уважаемый человек. Это был одним из приближенных Аслана Масхадова, напомнил его Всевышний Аллах. Это был его личный телохранитель, который практически всегда был рядом с ним. И это был человек, который и в результате чего начал работать затем после против чеченцев, против сопротивления. То есть есть и такие, я имею в виду фигуры, которые были действительно авторитеты в свое время. Но их очень мало, таких людей, крайне мало их можно считать там на пальцах одной руки. Большинство действующих лиц во времена Айчкерии, они все ушли очень достойно. Продолжение следует... Продолжение следует... Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова